МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 220 лет Министерству юстиции России глава Калмыкии поздравил с праздником работников регионального ведомства. Основа жизни к жителям поселка Аршан пришла долгожданная вода. В Элисте подведены итоги конкурса «Лучший дом, лучший двор». Победителей выбрали по шести номинациям. Глава Калмыкии Батухасиков поделился. Вот уже 220 лет Министерство юстиции России вносит вклад в укрепление нашей страны, как правового государства, обеспечивает защиту прав и свобод человека. Уважаемый Канебек Ураимов, уважаемые сотрудники и ветераны отрасли, поздравляю вас с юбилеем. Сотрудников регионального управления Минюста всегда отличали профессионализм, трудолюбие и преданность избранному делу. Вы с честью выполняете свой гражданский и служебный долг. Для многих ваша работа незаметна. Но сейчас, когда перед Россией стоят новые вызовы, ваше предназначение играет особенную роль. Пусть справедливость, интересы нашего государства и народа, живущего в нем, является для вас маяком. И ко всему вышесказанному, пусть вам сопутствует здоровье и благополучие во всем. Сейчас кооперативная информация регионального Минздрава. За последние сутки коронавирус выявлен у 193 жителей республики. 242 выписаны с выздоровлением. Госпитализировано в инфекционную больницу 40 пациентов. В тяжелом состоянии один человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Врачи для родного региона. Спустя неделю после открытия первые студенты медицинского факультета Калмыцкого государственного университета уже с головой погрузились в образовательную среду и с интересом осваивают азы своей профессии. О том, как проходит обучение будущих калмыцких врачей, в нашем следующем сюжете. 1 сентября в Калмыкии произошло поистине историческое событие. В опорном вузе региона открылся медицинский факультет, который будет готовить специалистов для местных медучреждений. 94 студента из числа вчерашних школьников и выпускников медицинского колледжа уже проходят обучение по двум направлениям педиатрия и лечебное дело. История создания факультета достаточно длинная. Еще на момент того, как был создан Калмыцкий госуниверситет в далеком 1970 году, уже тогда витала идея о том, чтобы в будущем на базе университета у нас открылся медицинский факультет. Но уже спустя 50 лет мы наконец-то можем сообщить о том, что в стенах нашего университета 1 сентября 2022 года открылся новый медицинский факультет. Наши студенты уже вовсю грызут гранит науки, изучая самые разнообразные дисциплины общенаучного и профильного цикла. И вот сейчас самыми сложными, самыми интересными для них являются такие профильные базовые дисциплины любого медика, как анатомия, как гистология, цитология, эмбриология, общая биология, история медицины, основы ухода за детьми. На фоне нехватки кадров на селе и последних двух лет, потраченных на истощающую борьбу с новой коронавирусной инфекцией, первый набор из 50 будущих педиатров и терапевтов полностью оплачен за счет регионального бюджета. А для повышения квалификации уже подготовленные калмыцкие врачи и средний персонал будут стажироваться в столичных клиниках. Наша республика испытывает очень жесткий дефицит с медицинскими кадрами. Многие медицинские кадры, к сожалению, уезжают за пределы города и республики. И мы надеемся, что открытие медфакультета во многом будет способствовать решению вот этой вот кадровой проблемы. Обучает же будущих врачей команда настоящих профессионалов. Наличие биологического факультета в Калымгу заметно упрощает ситуацию с преподаванием дисциплин на первых курсах. Реализация учебного вопроса невозможна без квалифицированных, высоко подготовленных кадров, участвующих в реализации образовательного процесса. Мы не ограничиваемся только возможностями, а они у нас имеются нашего родного Калмыцкого госуниверситета, который обладает многочисленными кандидатами и докторами биологических, химических и медицинских наук. Кроме того, для обеспечения вот этого самого главного в медицине – качества, мы привлекаем также и наши вузы-партнеры, академии, научные институты. Примечательно, что перед открытием факультета, желая отойти от традиционных принципов, кураторы проводили анкетирование студентов о том, какой они видят образовательную среду, в которой было бы приятно учиться и проводить исследования. О том, получилось ли воплотить задуманное в реальности и какие они, будущие профессионалы здравоохранения, наша съемочная группа спросила у студентов медицинского факультета. Поступил в медколледж, чтобы для начала, как я думал, просто получить образование, но втянулся и мне действительно нравится медицина. Отработав пять лет, я решил, что хочу стать специалистом-врачом. Были мысли поступить или в РУДН, или во второй медицинский университет Пирогова, но выбрал наш. Обучение происходит интенсивно, нас профессора обучают различные, по различным дисциплинам. Ну, вспоминаем, учимся. Медицина меня привлекала с детства, и я уже знала, что я пойду обучаться в медицинский колледж и оттуда получать высшее образование. Были уже новости, что в этом году хотят открыть, и я решила попытаться поступить сюда, и у меня получилось. Очень нравятся, есть все условия для того, чтобы хорошо обучаться. Я вообще мечтала всегда стать врачом, но пока не позволяло время, видимо, дети были маленькие. Ну, и в этом году услышала, что открылся медицинский факультет и решила поступать. Мне очень нравится. Лекции практически, сразу же закрепляем материал, обучение нравится. Очень много нового узнаем, повторяем всю школьную программу. Как подчеркнул ректор Калымгу Бадма Салаев, еще 1 сентября открытие медицинского факультета – это событие не только для университета, но и для всей Калмыкии. Ведь теперь у здравоохранения республики есть будущее в нынешних студентах, настоящих первопроходцах медицинской школы Калмыкии, на плечах которых будет система здравоохранения региона. Чингис Тихонов, Джергала Хичиева, Анатолий Кожунбаев, информационная программа «День республики». Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. К жителям поселка Аршан пришла долгожданная вода. Глава столичной администрации Шафран Тепшинов и министр ЖКХ энергетики Калмыкии Виктория Мангутова встретились с жителями одной из улиц населенного пункта, который уже пользуется водопроводом. Старожилы поселка, молодые семьи и все неравнодушные к проблеме водоснабжения, что терзало аршанцев длительное время, наконец выдохнули с облегчением и не могли скрыть улыбку. Стоит отметить, на застарелую проблему жителей обратил внимание глава Калмыкии и дело сдвинулось с мертвой точки. По поручению Хасикова ход работ по строительству объектов водоснабжения в поселке Аршан стоял на четком контроле Министерства ЖКХ энергетики республики и администрации города. В два этапа подводящий водовод к поселку от резервуара чистой воды в южном районе Листы был полностью завершен этим летом. Аршан – пригородный поселок, проживает 4000 населения. Есть две школы, начальная, средняя, детский сад, а вот центрального водопровода не было. В советское время водоснабжение осуществлялось, был поливочный водопровод, вот из пруда там стояли водокачки, как мне рассказывали местные жители. Работал он в весенний-летний период. Глава республики поставил перед нами задачу обеспечить поселок Аршань питьевой водой. Вот сейчас все жители уже поселка обеспечены центральным водоснабжением. Как вы могли уже увидеть, мы сейчас были в гостях у наших жителей, водопровод уже есть в домах, вода есть в домах, это улучшает комфорт проживания наших жителей. Я очень рада за Аршанцев, за то, что теперь их условия проживания стали намного лучше. Мы сейчас с вами встречались с жителями, слышали, как это долго ждали. Некоторые даже говорят, что даже в процессе работы не сильно верилось. Но то поручение, которое давалось главой республики по водоснабжению поселка, должно было быть исполнено. Поэтому со стороны сотрудников администрации, которые имели отношение к строительству объекта, со стороны заказчиков осуществлялся постоянный контроль за работой подрядчиков. И на данный момент, на этапе подключения, также мы идем навстречу всем жителям, для того, чтобы они как можно скорее могли получить воду у себя, потому что вода – это жизнь. И благоприятные условия для проживания – это одна из задач, которая стоит перед администрацией города, которую мы сейчас успешно решаем. В листе подвели итоги конкурса «Лучший дом, лучший двор». В ходе регионального этапа было подано 20 заявок. Решением регионального оргкомитета, в который вошли члены общественного совета проекта жителей МКД, домкомы, были определены победители регионального этапа по шести категории. В номинации «Лучшая практика работы совета МКД» первое место занял дом 29 второго микрорайона. Лучшей практикой работы ТСЖ был признан шестой дом четвертого микрорайона председатель ТСЖ Валентина Вашентинова. Самым дружным двором отметили дом 232 по улице Ленина, а 22-й дом первого микрорайона признан лучшей практикой проведения капитального ремонта. В номинации «Лучший двор» победил дом 77 по улице Клыкова. Данный конкурс, который мы провели, он показал, что есть у нас взаимодействие, есть у нас точки соприкосновения, есть желание собственникам на квартирных домах участвовать в данных программах, есть желание управляющих компаний работать совместно с администрацией города, совместно с многоквартирными домами, советами дома. И данная работа, я думаю, что будет плодотворной, эффективной, если мы подключимся все вместе. Калмыцкие джангарчи примут участие в международном фестивале новой музыки Европа-Азия, который пройдет в Казани с 9 по 11 сентября. Масштабное музыкальное событие пройдет уже в 15 раз, но это впервые, когда трио «Джангар», работающая в жадре аутентичного фольклора, представит степной регион на мероприятии подобного уровня. Как отмечают организаторы, проведение фестиваля требует огромных сил, но в результате колоссальной работы зрители получат возможность услышать что-то новое и необычное, а музыканты – вдохновение и опыт для своего дальнейшего творчества. «Нас приглашили впервые на этот фестиваль в Казань. Будем выступать в большом зале имени Сайдашева, то есть на площади их победы и в Кремле, в Кремлевском дворце. Мы будем представлять калмыцкую культуру, этническую музыку, то есть мы внесем эпос, джангар. В таком большом масштабе, это получается международный фестиваль, и мы впервые, у нас есть волнение, конечно, но мы думаю, мы справимся, все будет хорошо». Калмыкия готовится принять юноармейцев со всего юга России. С 9 по 11 сентября в степной столице соберутся более 350 учеников школ на межрегиональный слез в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Программа форума включает творческие презентации, делегации регионов, мастер-классы по спортивному ориентированию, военно-патриотическая игра «Зарница», конкурс военной песни, патриотического стихотворения, творческих номеров и многое другое. Помимо очного этапа, для всех, кто не смог приехать, будут работать и онлайн-площадки. 10 сентября Республика впервые отпразднует День национального калмыцкого костюма. Новая праздничная дата, а именно 2 суббота сентября, была утверждена еще весной этого года депутатами Народного хорала и направлена на пробуждение живого интереса граждан к истории и культуре своего народа, а также возрождение и развитие народных промыслов. Предваряя праздничную дату, 9 сентября в Элисте состоится крупный этнофорум, на котором участники обсудят традиции изготовления национального костюма, а также расширение сферы его применения с использованием современных материалов. Также в этот же день во всех учебных заведениях Степной столицы пройдет единый урок по калмыцкому костюму, а всех желающих ждут мастер-классы от калмыцких дизайнеров. В ключевой день, 10 сентября, жителей и гостей столицы ждет масштабное костюмированное шествие по центру города, которое продемонстрирует всю красоту и уникальность национального костюма. Завершится шествие на площади Победы, где состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов республики. Стоит отметить, что принять участие в праздновании Дня национального костюма может каждый желающий, вне зависимости от того, проживает он в Калмыке или где-то за пределами страны. Я очень надеюсь, что в этот день многие жители, придя на работу, обязательно обращаются в костюм, национальный костюм или наденут одежду с элементами калмыцкого костюма. Поэтому мы всех призываем в пятницу, тем более, мне кажется, пятница, другой день, нет, я имею в виду 9-го, 9-го числа можно на работу прям смело прийти в национальное одежду. Я очень надеюсь, что население поддержит в этой инициативе нас. С 9-го по 12-е декабря в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский патриотический форум с вручением национальной премии «Патриот-2022». Она проводится федеральным агентством по делам молодежи и направлена на выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организации за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание жителей России и соотечественников, проживающих за рубежом. Участником премии может стать любой гражданин от 18 лет или юридическое лицо. Подать заявку можно на сайте премия-патриот.рф до 30 сентября включительно. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV, зеленой точке Ростелекома, на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова